здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно я опубликовал видео я устал я ухожу которое вызвало огромный резонанс и в принципе это было ожидаемо потому что я и рассчитывал будет вызовет такой резонанс там драматически очень все было о том что я закрываю бизнес там огромное число комментариев по комментариям мы видим весь спектр вообще вот нашего общества весь срез кто-то и в основном жалеют говорят жаль что это вот так происходит и тому сочувствия очень много и до меня жалели очень многие что вот так со мной произошло друзья мои я не хотел вызвать жалости это меньше всего меня мне хотелось больше всего я хотел то что там написано для того чтобы ну то есть есть проблемы из-за которых которые я вижу в малом бизнесе потому что я как никто их вижу и я хотел донести их просто до руководства страны потому что я считаю то есть я как патриот родины я хочу чтобы ну что-то изменилось в нашей стране чтобы наконец-то государство начало поддерживать ну скажем бизнес и начало поддерживать малый бизнес я вот такой идеалист я такой романтик можно сказать вот и я хотел чтобы вот эта информация это желание оно дошло до кого-то в руководстве страны поэтому оно специально было снято специально было снято с таким немножечко драматизмом специально с такой заставочкой все это было задумано ребята это все неспроста и кажется все получилось потому что там уже за 60 тысяч просмотров все нормально что еще я хотел сказать что что дальше что я предпринял потому что я говорил в конце видео что ребята это не конец это начало будущей жизни она будет светлая хорошая и о том чем я занимаюсь я расскажу во первых а во вторых опять же все это неспроста потому что я хочу просто рассказать о том какой выход я нашел и я надеюсь что те идеи которые я нашел для себя тот выход который я нашел для себя поможет ну хотя бы кому-то хотя бы некоторым тоже преодолеть вот этот вот ну я видел просто что многие люди отчаялись и я надеюсь что если я помогу хотя бы там двум трем а лучше пятидесяти человеком сказать но побороть вот это вот чувство отчаяния и снова воспрянуть то то я буду считать что задача выполнена то есть смотрите я донес и и постарался сделать так чтобы в нашей стране ситуация стала лучше вот и я помог вылезти просто конкретным людям это будет здорово вот моя цель и так что дальше дело в том что ну причина так там многие говорили что а ты идиот ты не бизнесмен ты и так далее и так далее но и или там еще что-то на самом деле причины закрытия бизнеса они вполне естественны то есть но я просто ну скажем так и пытался развивать пытался сделать что-то но офсетное производство по объективным просто чисто причинам она действительно изживает себя дело в том что на смену офсетных станков вот этих вот малотиражных которые у меня были которые вот на ваших глазах уничтожался на смену таких малотиражных станков уже пришла цифра в полной мере и сейчас цифровые машины уже печатают и себестоимость их печати уже вполне себе сравнимо с себестоимостью офсета вот и офсет остался естественно остался офсет но офсет крупный очень крупный офсет то есть это вот станки там по уже миллиону евро я их видел я видел станки в финляндии 6 с лишним миллионов евро которые стоили два станка по 6 миллионов евро с лишним и на этих станках печатался весь издательский дом коммерсант и практически ну очень большая часть наверное глянцевых журналов россии и когда в 2000 каком там четырнадцатом году вот наступил этот кризис как там доллар скакнул и прочее то очень много глянцевых журналов по закрывалась и заказы у финнов финской типографии вот с таким оборудованием они резко упали и я там печатал просто каталоги свои несколько лет подряд и я приезжаю очередной раз там народу намного меньше следующий раз народу было практически совсем мало в последний раз а когда настала пора печатать очередной тираж то я позвонил они сказали мы закрылись то есть это проблема не только наша вот они просто тоже разорились тоже такая же проблема понимаете вот и не надо делать из этого трагедию потому что ну я это понял давно что общем сказать ну я просто устал и я уже готовил новый бизнес и я к этому готовился и я новый бизнес развивал и пока я существовал за счет старого вот я продолжал работать это продолжалось года три или четыре новый бизнес у меня потихонечку по нарастающей шоу и когда я строил этот новый бизнес я использовал те принципы те какие-то наработки и идеи которые ну я вот за эти не 25 лет больше намного 28 по моему лет я занимаюсь бизнесом то что позволяло мне неоднократно подниматься и сейчас тоже самое то есть я поднялся ребята я закрыл не потому что я разорился а я закрыл потому что у меня начал работать новый бизнес я его построил и он уже приносит доходов намного больше чем полиграфия поэтому жалеть меня не надо дело в том что я просто ну я освободился я получил наконец свободу и да было грустно смотреть потому что да я закрывал дело которому посвятил 25 лет жизни но это просто этап и все и все и я рассчитался со всеми долгами которые там были это я говорил там больше двух миллионов рублей и опять же вот на основании тех идей которые на основании того опыта который я приобрел и вот сейчас я просто хочу поделиться своим опытом тем что есть и у меня новый проект вот он называется как начать зарабатывать если совсем нет денег дело в том что я несколько раз уже прошел через такой этап когда я начинал с нуля и многие кто предприниматели по сути своей предприниматели то есть по ходу мыслей они многие начинали с нуля много раз и это не исключение это общем мировой опыт потому что все когда-то начинали с нуля да вот тот же трамп например да он разорялся в круг в прах просто вообще в ноль и снова стал богатым поэтому какие-то принципы есть общие и у меня опытно работам за уже 30 наверное лет но 28 где-то я посчитал работы предпринимателем достаточно большой до полиграфии у меня был другой бизнес абсолютно то есть вот просто вот вообще небо земля сейчас небо земля от полиграфии отличается от первого бизнеса то есть все меняется и но принципы работы принципу развития они остаются прежними и так как я начинал зарабатывать когда у меня совсем было плохо все когда не было денег вы увидите ссылочку в конце данного видео на соответствующее видео и я разработал просто это в виде такого курса обучающего потому что за один раз вот за 15 минут это не расскажешь за 10-15 минут это будет цикл из видео которые просто позволят но сделать то же самое что делая возможно мои рецепты кому-то не понравится ну и как в руки это не так важно важно чтобы ну если я помогу я говорю нескольким человеком я буду считать свою задачу выполнен и так друзья сейчас вы видите уже ссылочку нажимайте смотрите и подключайтесь до встречи с вами был демитров юрий все будет хорошо